У вас система уравнения первого порядка линейная, а по Петровскому? По Петровскому этот вопрос меня очень сразу начал волновать, потому что я посмотрел все книги, значит, условия Т-гиперболичности Петровского, так, я не знаю, какое имя из условий имеется в виду, я вот хорошо поработал вопрос, связанный с понятием Т-гиперболичности. Вот, Петровский дал оригинальное определение Т-гиперболичности, ну, Т- это условный тоже символ, так сказать, это просто одно перенемное, которое временеподобное является, он дал определение. Он дал определение, если это становится его работой, для линейных систем на уровне, так? Ну, значит, там же написано в его работах, что, значит, если мы хотим, значит, вот использовать его метод классификации, то есть определение Т-гиперболичности, для сильно нелинейных, существенно нелинейных систем дифференциальных уровней и призводных надо поступать так, как обычно поступают, надо линейзовать в окрестностях заданного решения. Если вот эту процедуру провести, а дается уравнение, ну, вот эта процедура линейзации, она тоже разрушается, очень сильно разрушает симметричную структуру уравнения. Если попытаться вот эту процедуру Петровского провести, то есть задаться каким-то решением частным, провести линейзацию под клонением от этого решения, так сказать, так, ну, да, получается вот то же самое характеристическое многообразие, о котором я и говорил. Но мне удается получить вот то же самое, не разрушая структуру уравнения, а привлекая вот эту вот размытую гипотезу о том, что в характеристических переменных максимально все простым должно быть, и интегрировано. То есть вы делаете замену переменных, вы упростили это число, да? Я сделал замену переменных, значит, разрешил относительно функции fH, относительно дифференцирован по одной и той же переменной, с тем, чтобы нормальную форму получилась, некоторая правая часть. Но поскольку здесь квадратичная зависимость, получилось что? Нечто плюс-минус дискриминант делить на нечто. Нечто в знаменателе никогда не обращается, там сумма квадратов. Под корнем все тоже нормально, сумма квадратов. Ведь нормальная форма когда не будет существовать? Когда либо, так сказать, в комплект с новость приходится выходить, дискриминант, либо на ноль делить. Здесь ничего больше не получается. Я глубоко уверен, что я сейчас получу характеристики, у меня ноль там, что-то в знаменателе будет, сразу нет нормальной формы, и сразу, вот так же, как здесь, сразу я получу характеристики. Ничего подобного. Мне пришлось ввести дополнительную гипотезу о том, чтобы сохранить дробную рациональную структуру по производной нормальной форме каши, убрав то, что под формой находится. И вот этот метод сработает, даже без отопреждения метров. Сходикопеременные омега-1 и омега-2, система тегиперболична, то есть омега-1 и омега-2 гиперболична, с тем же самым. Евгений Николаевич, Ваш доклад на две части этих игру. Да, в два, в два, в два, в два. Ну вот, по крайней мере, по первой части, которая наверняка Вами сделана, ну, не вчера, не позавчера, можно где-нибудь прочесть это? Точнее так, где Вы посоветуете это дело прочесть Ваших работах? Так, сейчас я в начало перейду. Вот, посмотрите, вот здесь есть, значит, Ишлийская уивля, знаменитая монография, так сказать, она незадолго для смерти Александровича издана. Вот здесь, посмотрите, значит, здесь наш автор секретив, покойный академик Шемяк, Евгений Иванович Возглавий, Илья Данилович. Ну вот, в этой книге есть, ну и моя книга, которая, в бытность мою пребывание в Самаре, все, что я гладил, здесь имеется, в том числе, вот это вот построение нормальной формы, она есть. Она доступна, я как автор дал разрешение, это сваловый доступ на сайте института проблемных механиктов, тоже можно. Ширная. Она легальная, то есть там все книги с разрешением автора. Можно ли? Пожалуйста. Да. По поводу второй части, очень много вопросов, они связаны с определениями, и время, конечно, не позволит им задать. Вот. А по поводу первой части, вот возникли такие вопросы. Во-первых, смешанная задача для эллиптического уравнения, или я что-то не понял? Нет. Ту задачу, которую мы исследуем, это существенно нелинейная система, да, дифференциальную форму частных производных первого порядка. Вот так можно. Соотношение, вот в той части, когда бы на доске... Эллиптичность, если мы заменяем шестиугольник на окружность, то есть при условии пластичности минус, в этом и парадокс состоял. В этом случае уже нет смешанной задачи? Нет, смешанной задачи нет, то есть если мы полную трехмерную формировку рассматриваем, система будет, можно указать, вырождена, только вырождена. То есть, если мы будем анализировать там соответственно характеристический определитель, то, значит, там комплексные корни появляются, они становятся вещественным только в вырожденных случаях, которые в трехмерном состоянии не соответствуют. То есть там вырождены сильными климатическими ограничениями, которые на практике не реализуются. То есть можно считать, что эллиптичные. Смешанная задача возникает только в гиперболическом случае. Так правильно у вас? В таком смысле смешанная. Ну вы же говорили начальному слову, или в другом слове? Нет, ну вот посмотрите, у нас есть та система гиперболических уравнений частных производных, о которой я говорил. Для гиперболического вопроса нет. Она соответствует, вот когда мы, помните, обсуждали векторную уравнений, вы говорите, да, кинематику не нужно привлекать. Здесь нет кинематики, нет времени. Если я рассматриваю полную систему, то есть дальше я показывал систему уравнений, не по кинематике. Нет, здесь начальные условия не нужны. Здесь задача. Хорошо, ладно. Нужны только кроевые условия. Просто время мало, я хочу сказать. Второе. Почему-то вы говорите, что если, поскольку, что может быть разрыв, извините, это еще один вопрос, что есть разрыв, в решении допускается разрыв. И в то же время было что-то о единственности, что есть единственность. Это относилось к разным задачам? Нет, это относилось к одной и той же задаче. Тогда единственность какого решения? Я, наверное, здесь рассказал вот, что вот механизм идеально-фластический, двиговой, и значит, вот он таким образом работает, так? Вот у вас задача, скажем, обыднаутую. Я не хотел бы... Я не хотел бы... Я не хотел бы... Малая, поэтому механическую постановку... Здесь возникают две линии исхожения, без исхожения одной части. Это экспериментально. Относительно другой вы не построите. Я же вам, но вы не поняли мой вопрос. Нет, я понял. Вот, значит, разрывные решения, значит, естественно, что как только мы допускаем разрыв решения, мы не можем, не привлекая дополнительное решение, гарантировать единственность решения. Вот здесь, значит, соотношение энергетического... Можно я закончу вопрос? Когда говорится о единственности, то должно быть четкое определение решения, что оно называется решение, какая гладкость требуется от решения. Значит... Это должно быть оговорено заранее, до теоремы о единственности. Вот при каких определениях решения это единственность доказана? Значит, это единственность доказана вот для такого. То есть я считаю, что при расчении перемещения у меня, значит, и конденциальная составляющая, разрывная, нормальная составляющая, не при отношении к самим продуктам, не нужны. И нужны, естественно, соотношения на разрывах. Они следуют из закона сохранения энергии. То есть есть некоторые... Есть. Я их просто... Есть некоторый класс. Для себя нет. Последние вопросы. Это... Почему вы считаете, что если эллиптическое уравнение, то разрывов быть не может? Ну, в принципе, хочу сказать вот о чем, что если мы рассмотрим с вами типичные эллиптические системы... Это понятно, что там гладкое решение, внутреннее... Да, да, да. Это я все понимаю. Но, возможно, такая ситуация. Там аналитические решения. Область разбивается на две части. Здесь решение, здесь решение, а на разрыве стык. Если это... А на разрыве стык согласования. Если это разрыв неизвестно, как это часто бывает, то задача свободной границы. Почему же? Дополнительные условия. То есть это вполне возможно. Вы знаете, я понимаю. Я даже... Еще один физически значимый пример приведу, когда эллиптические уравнения допускают вот такие неаналитические решения, они очень большой смысл имеют в механизме. Я имею в виду сингулярность и поле. То есть вы можете эллиптическую систему обогатить тем, что вы допускаете точки, в которых решение сингулярное. Именно эти точки будут отвечать за сток и производство энергии в такого рода задачах. Именно поэтому мы с помощью эллиптических систем уравнения можем описывать механику трещины. Эллиптичность это все-таки не только бесконечная дифференцирусная аналитичность, гиперболичность все-таки это разрыв. Эллиптическая может быть разрывная, вы расширяете задачу, это не эллиптическая задача. Конечно, это же облиц. Коллеги, давайте послушаем так. Либо мы дискуссию уже сейчас начнем, она у нас потом предусмотрена, либо... Некие характеристики текучести? Да, противотекучесть, это константа. Насколько эти характеристики будут работать в области, где рассматривать сверхтекучесть? Сверхпластичность, наверное, да. Ну вот я на самом деле стою на точке зрения, наверное, Владимир Павлович меня здесь поддержит, как механик. Я считаю, что сверхпластичности нету. Вот в свое время, так сказать, соответствующая теория очень интенсивно развивалась Кайбышев в Уфе, так сказать. Это институт академиологу страшному разгрому подвергся. То есть вообще нет. Школа была уничтожена. Процесс-то и есть, но... Но я все-таки считаю, что нам недоступ, конечно, вот думать над этими сложными вопросами, сверхпластичность, есть сверхползучесть. Вот так я коротко отвечу на ваш вопрос. То есть там объекты ползучесть все-таки превалируют, и поэтому это моя личная точка зрения. Хотя вы увидите массу работ по сверхпластичности, я считаю, что есть сверхпластичность. В свое время, Юрий Павлович, все-таки вот можно данный вопрос? Да, да, конечно. Два условия пластичности и Шлинского как с точки зрения механики понимать? Это два цилиндра, обложенных один в другой? Нет, это просто пересечение. А как? У нас же гиперстатические ось, они должны быть параллельно оба условия. Нет, ну здесь вот какой ответ. Даже на примере критерий текущего треска. Вот в проекте трех главных осей тензора напряжения на 9-ом и 8-ом, то есть на плоско-равно наклоненные к этим осям, чтобы картина плоская была. Вот шестегольник треска вот так устроен. Вот это грань, некое линейное соотношение. Асигма 1 плюс Бсигма 2 это одно условие. Равно там нулю. Ну или С1, потому что через нулю проходит. Дальше здесь Дсигма 3 плюс там Есигма 2 равно С2. Вот два условия. То есть Шлинский предполагал, когда вот левая часть произвольная зависимость от Сигма 1, Сигма 2. Но в частности, интерпретировать в терминах критерий текущего треска это просто пересечение вот двух таких условий вот здесь. Вот теория Шлинского, это частный случай. Это касается экспериментальной части. Вы говорили, что в Детингене благо проверяли эти условия. Дело в том, что идеально пластических материалов, которых прорассказывается в природе, нет. Как они Сигма текучести, но упрощающих материалов проверяли? Вот сие есть загадка великая. Я еще раз хочу сказать, что значит, вот есть знаменитый сборник, что могу сказать, есть знаменитый сборник статей, называется Теория пластичной, 48-го года. Соответствующая работа академиком Юрием Николаевичем Работным была проделана. Он сам перевел там все, так сказать, так. И вот эти работы Гетингенской школы экспериментальной, там переведенные с немецкого на русский язык, они есть. Они на самом деле подробно свои эксперименты не описывают. Там нет никаких фотографий установок, непонятно, как они их делали. Но итоги есть, то есть графиков там много. И по графикам видно, что, значит, вот для различных, так сказать, растяжений, там раздуваний, совместных кручений и растяжений, там есть эксперименты. Я работал, знаете, школы Работного, которые равных ему нет. Я до сих пор, наверное, нет в Советском Союзе и в России. И если учить разброс данных и построить доверительные интервалы, все критерии, которые вы привели, статистически незначимы. Они все лежат в области разброса. И я вот до сих пор не понимаю, стоит ли заниматься такими тонками. Конечно, для внутренней логики у механики стоит. Но стоит ли заниматься с точки зрения решения краевых задач, навязывать очень сложные поверхности пластичности, несингулярности и так далее. Если все это статистически незначимы, различий у них нет, они все попадают в полосу разброса. Все критерии абсолютно. Нет, здесь еще важная проблема, связанная с допуском. То есть мы вот так точно не можем сказать, когда начинается пластическое течение. Вот Федотов выступал, он говорил, вот да, все предельные поверхности с допуском определяются. Мы считаем, что пластичность начинается, когда мы сможем измерить значимую пластическую деформацию, порядка 0,2%. Я не знаю, какую допуску брали. Вот эти все, они на самом деле размытые. То есть они соответствуют этому допуску. Я понимаю, время присутствует. Победаем, Юрий Николаевич, за ответственность.